Всем привет, меня зовут Азад, это канал Автосправочная. 28 апреля 2023 года стало известно о законопроекте, согласно которому предполагается привязать размер штрафов для водителей к действующему размеру МРОД, то есть минимального размера оплаты труда. Об этом рассказал автор этого законопроекта, депутат Голдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство для получения официального отзыва. Законопроектам предлагается внести изменения в статью 3 указанного федерального закона, согласно которому МРОД применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, говорится в пояснительной записке этого документа. Я напомню, на сегодняшний день размер МРОД учитывается в том числе при расчете различных пособий и выплат. Согласно данной инициативе, привязку к МРОД предлагается сделать и для автомобильных штрафов. Как пояснил Ярослав Нилов, он связывает эту необходимость, во-первых, с низкими доходами граждан, во-вторых, с несовершенством современной системы фото-видео фиксации нарушений на дорогах. Как написал депутат в своем телеграм-канале, на сегодняшний день размер МРОД едва переваливает за 16 тысяч рублей, но при этом есть в коапе для водителей штрафы, которые составляют десятки и даже сотни тысяч рублей. То есть эти штрафы не соизмеримы с доходами граждан. По словам Нилова, он согласен, что не хочешь платить штрафы, не нарушай, но этот принцип работает не всегда. Именно поэтому и появился текст этого законопроекта. Вот такая вот информация. А если вы хотите получать кэшбэк в размере 5% за оплату штрафов ГИБДД, оплату платной парковки, проезда по платным дорогам, покупку автозапчастей и автоуслуг, вы можете заказать себе кредитную карту для водителя Тинькофф Драйв по ссылке в описании под этим видео. Сейчас на нее действует интересная акция, все подробности будут в описании. А что вы думаете по поводу этого законопроекта, насколько он действительно нужен и насколько есть вероятность того, что его примут, своим мнением, своим прогнозом вы, как обычно, можете поделиться в комментариях под этим видеороликом. Спасибо, что досмотрели его до конца. Желаю всем безопасных дорог и всем удачи. Спасибо.